всем привет я всех приветствую на своем канале канале вязание не только зовут меня ирина маркелова и мой канал называется точно так же ирина маркелова и сегодняшнее видео посвящено вопросам и ответам то есть я сегодня отвечу на вопросы тега который называется вязальная лирика я под видео оставлю ссылку на канал автора тега здесь в этом теге 15 вопросов я послушала некоторых девочек и как бы решила что мне интересно ответить на вопросы этого тега поэтому я уже давно как бы не отвечала не выставляла может быть видео с ответами на вопросы тега я решила что уже пора бы выставить дабы разбавить мои видео итак первый вопрос неделя вязания апокалипсис или спокойно переживете возможно у меня будут слышны посторонние звуки но дело в том что соседи делает ремонт и в общем то снять ночью у меня нет возможности поэтому приходится вот выбирать вроде они как бы сейчас делает работы потише не знаю что они там скребут что-то скребут вот поэтому заранее приношу вам извинения так вот вернемся к нашему вопросу неделя без вязания апокалипсис или спокойно переживете вы знаете еще до недавнего времени буквально может быть год назад до для меня это было бы апокалипсисом почему потому что я не то что там неделю день я даже минуту не могла прожить без вязания то есть я каждую свою свободную минутку старалась что-то вязать и было такое что даже вот допустим если я там где-то поехала в автобусе а мне ну как бы нет возможности повязать да это для меня была целая трагедия потому что я настолько была этим увлечена я не могу вам передать сейчас же я не могу сказать почему потому что неделю без вязания у меня такого не было но возможно смогла бы потому что когда я была у детей до недавно у меня была поездка я могла как бы обходиться даже в течение дня без вязание вечером то я все равно обязательно вязала но хочу сказать если будет альтернатива замены вязание чем-то то конечно как бы это не проблема почему потому что я уже анализировала эту ситуацию не вот сейчас когда-то скажем так сидя в автобусе возможно вот и я подумала вот если бы у меня случилось что там я бы не взяла с собой какой-то вязание смогла бы я вообще не вязать я думаю смогла бы во первых у меня бы не было из чего вязать во вторых на самом деле вот когда есть маленький ребенок когда есть семья которая требует заботы да когда есть определенные планы куда-то выехать и и так далее то конечно там вязание в ходе на второй план точно так же как сейчас я дома как бы стала уделять большее внимание каким-то другим моментом кроме вязание например там навести порядок квартире до помыть что-то почистить и так далее я когда приехала с москвы я как раз так даже организовала свой канал и я была настолько увлечена что иной раз даже неделю не мыла полы в квартире представляете что там полы я даже по два-три дня не купалась ну не то что там совсем уж я не знаю кто как я купаюсь каждый день для меня трагедия если я не не купаюсь там два дня три дня это для меня конечно я не знаю а тогда я могла два-три дня не купаться то есть я сидела с утра до вечера вязала с перерывом на сон с перерывом покушать я снимала видео я выставляла вернее монтировала затем выставляла мне было вообще некогда и мне было по барабану что у меня там где-то нитки валяются что там у меня не засланная постель не заправленная вот и то что у меня там допустим покушать несваренная могла допустим купить пельмени и жить на пельменях ну и тогда у меня в тот период и даже и поскушать особо нечего было потому что я уже рассказывала и тот кто знает что у меня есть рубрика жизнь прожить не поле паре перейти посмотрел ее они знают что за полоса у меня в тот момент было поэтому как бы конечно там это был просто апокалипсис сейчас я значит хочу сказать что уже не то что остыла к вязанию но я понимаю чисто по-человечески себя можно сказать так почему потому что вы знаете у меня уже в жизни была такая ситуация когда я посвящала себя только работе у меня не было никакой личной жизни работа 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 не праздников не выходных и с перерывом на сон и и сон в общем-то ну какой когда ты постоянно думаешь о работе естественно когда спишь у тебя тоже в голове вот только работа точно так же у меня было связанием у меня вязание 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 ночью я ложусь у меня какие-то силуэты в голове рождается муза моя там не спит все кидает кидает мне какие-то новые идеи и так далее вот и особенно тогда в тот период я начинала когда канал открыла я вязала скатерти это такие объемные работы и все познавала сама поэтому мне было очень тяжело мне нужно было как-то это все самой создавать все это самой монтировать все выкладывать и так далее так далее помощи не было ниоткуда ну тут кто в таком режиме работал тот наверное поймет о чем я говорю ну вот и сейчас я уже переосмыслила немножко своим вот такие вот рвение поняла что никто это не оценит если оценит то небольшое количество людей вот и каждому своя рубашка ближе к телу вот эти мысли ко мне пришли не сразу но когда я осознала это то решила как бы немножко посвятить и себе то что там но назвать внимание нет прислушаться я скажусь вот так вот к себе почему потому что я не могу вязать том режиме в каком я хочу да ведь не секрет что допустим вязальщица допустим она приходит занимается домашними делами все переделает там и она садится и вяжет именно ту вещь какой она хочет и вяжет столько сколько она хочет вот а я так как я подвязалась допустим вязать тоже скатерть меня постоянно подгоняли когда выйдет следующая часть когда выйдет следующая часть и я там они не понимали что допустим мне же не только снять надо но еще смонтировать и выставить это тоже определенное количество времени занимает и допустим я снимаю же не только то количество времени которое допустим показано в видео да да в определенной части а куча вырезанного и переснятого и так далее это я только знаю ведь не все сразу получалось потому что я же точно так же училась снимать видео разговаривать показывать ну все же это остается за рамками видео и не берется во внимание я не жалуюсь абсолютно не жалуюсь потому что многие почему-то думать что если я вот так вот рассказывать то я начинаю жаловаться с какой радости если жаловаться зачем вообще что-то снимать это я рассказываю для того чтобы ну как бы немножко были вы в курсе вот и вот сейчас несмотря на то что мне многие что-то пишут я не обращаю внимание как бы говорят мне вот вы там расплатили не расплодили недовязав это вот после моего видео недовязать да и как бы нужно довязывать да кому это нужно вам что ли это нужно или мне если бы мне нужно было я довязала бы и все упустили тот момент что эти недовязы они очень древние очень древние и что они не просто так не довязаны она каждый недовяз есть какая-то своя причина и абсолютно не увидели то сколько мною связано вот даже за тот период который у меня существует канал да никто не увидел есть мое видео о вязаных изделиях для дочери никто не видит о том сколько я для других по навязала да а сколько прошло мимо камерой сколько я допустим говорила видео что я связала и отдала да и даже забыла допустим фото снять или видео снять потому что я связала все только увидели и вот эту мелочь и как говорится в чужом глазу даже соринку вида видно но в своем даже бревна не увидят но я не обижаюсь нисколько ради бога пускай ну конечно мне было неприятно там некоторые видео и но они немножко другого плана были и как бы они конечно меня зацепили на тот момент но я же говорила что я все проживала проглотила и выплюнула не так я проживала и выплюнула и не проглотила вот так вот наоборот вот поэтому сейчас на сегодняшний момент я готова ко всему будет такое что неделю я не повяжу я себе дам установку и думаю что и больше чем недели смогу не повязать и главное чтобы знать что всегда можно к этому вернуться и продолжить с той точки на которой остановился а вот потому что этого у меня никто не отбирал пока я еще праве выбирать что я хочу делать что не хочу делать и это есть хорошо ой как много я ответила на этот вопрос но те кто меня опять же знает кто давно на меня подписан я не не люблю односложно отвечать на вопросы чаще всего я отвечаю многосложно так второй вопрос если у вас любимый номер спиц крючка и любимая толщина пряжи нет у меня нет любимых не не пряжи не крючка я сажусь и вижу тем что требует изделие да как вы уже знаете я уже неоднократно говорила и в своих мастер-классах показывая я всегда вяжу образцы образцы не только допустим там резиночки или лицевой глади или еще чего-то вот допустим у меня в мыслях из этой пряжи связать вот что-то вот как допустим вчера пришла мне пряжа бриллиант у меня задумано что я хочу с нее связать конечно пока еще расплывчица двояко двояко я скажу потому что я хочу вроде как кардиган и хочу вроде как и жилет но естественно когда подойдет очередь я навяжу кучу образцов и буду вязать и спицами два с половиной и спицами три и три с половиной и четыре я свяжу чтобы понять какими спицами мне вязать и на тот момент когда я выберу какими спицами я буду вязать мне эти спицы будут любимые точно так же с крючком и точно так же с пряжей другое дело это когда допустим ну вдруг вопрос немножко по-другому был бы задан то есть какими спицами вы вяжете или каким крючком вы вяжете могу сказать что самым мелким крючком я вязала единичкой вот а самый крупный крючок это у меня пятерка я вязала последний раз плед это самый крупный крючок который я использовала спицами я вязала самыми мелкими это полтора и я вязала всего одно изделие а самые крупные это номер 9 и я тоже связала одно изделие это шапку это шапка была на моем канале просто она промелькнула я не делала ни мастер-класс ничего просто связала она такая радужная вся и вот получается девятка семерка я восьмерка не вязала кардиган шестерку может быть я использовала нет ни разу не использовала только собирать только собираюсь использовать хочу связать себе кардиган на шестерке я тоже уже связала образцы я даже показывала вам их уже из кавказской пряжи вот а остальные спицы остальные номера двойка два с половиной тройка три с половиной и дальше до пятерки конечно же я в своей практике постоянно использую и как я говорила если я вижу изделие вот сейчас я вижу на спицах номер четыре я люблю их потому что мне очень нравится на них сейчас связать если бы были эти спицы номер три когда я вязала резиночку номер спицами номер три я на тот момент их тоже любила и номер спиц даже не важен я думаю важно комфортно ли вам вязать на этих спицах потому что допустим у меня есть спицы там тройка четверка китайские но когда я их допустим первоначально получила да и вязала на них то вроде как было все нормально а потом у меня они я не знаю какое-то у них покрытие это покрытие стала обладить я не знаю чего может быть от того что я на них много вязала может быть от того что я их неправильно хранила в общем не знаю и в общем все те ходовые спицы на которых я вязала а я их выписала там у меня было 20 номеров всяких разных да вот и все ходовые спицы у меня в общем-то оказались не в ходу это раз во вторых может быть мне так повезло не знаю но стык между вот здесь вот до между концом спицы там где заканчивается спицей и переходит в леску у меня постоянно зацеплялась вот здесь вот пряжа мне тоже это было некомфортно и то есть для меня я конечно на них вязала потому что у меня не было выбора на чем вязать но как бы вот такой был дискомфорт вот вот эти вот спицы royal да я уже про них говорила сейчас на сегодняшний момент ими вязать удобнее всего во первых видите у меня двигается леска как бы я не повернула свою спицу у меня не перекручивается леска потому что спица крутится туда куда тебе надо да а леска остается на на том уровне на которой ну как она была то есть она не закручивается восьмерка не сворачивается вообще настолько удобно просто я не знаю вот сама поверхность спицы очень приятная знаете и скользит хорошо и руки и я очень люблю вот когда вот такие остренькие там девочки некоторые говорили о том что им коллет мне ничего не коллет мне очень удобно вязать может потому что я расслабленно вижу но не затягивая ну когда туго вяжут то когда протягивает проталкивает спицу то конечно наверное все таки накалывает пальчик но у меня с этим все нормально я не могу ничего сказать те кто опять же со мной давно наверное помните что я раньше оттопыривала пальчик да вот этот указательный палец вот это да он у меня всегда вот так был сейчас я до сих пор мне вот когда накручивая так и хочется вот оттопырить его но я себя приучаю как многие вязальщицы вяжут вот так придерживая спицу и это не из-за того что я себя переучиваю а из-за того что так удобнее вязать я сейчас начала вязать восточным методом восточными методом вязания лицевых петель мне это очень нравится не как бы когда оттопыренный пальчик не совсем удобно вот я вообще как бы всегда смеюсь над тем и вот вы неправильно вяжите да кто знает что это правильно ну скажите это я считаю что вот неправильно так вообще говорить потому что все то что сейчас называется правильным кто-то придумал такой же как мы с вами допустим я проведу параллель с тем что допустим происходит показ мод какой-то модельер сказал что эталон красоты это ноги как спички рост метр девяносто у девушки но это я конечно утрирую чтобы там одни маслы были и так далее вот захотелось друг и все стали как инкубаторские подражать ему это во все времена было было такое вот допустим я не думаю что простой быватель ванька ветра вы сказал его послушает а если человек имеет какой-то вес скажем в обществе да и если он скажет о том что вот это правильно а это неправильно все скажут что да вот это правильно точно так же если наш президент скажет что эталон красоты это женщина 68 размера все начнет перестраиваться под этот размер это же истина и поэтому вот когда вот так говорят мне становится смешно понимаете кто-то когда-то сказал что вязаные вещи на солидных дамах смотрится плохо а я никогда с этим не соглашалась и являюсь этому доказательством потому что у меня связано очень много вещей вязаных до которые я демонстрирую на себе при моих габаритах и они смотрятся я считаю без ложной скромности что смотрится красиво из чего я это делаю такие выводы потому что люди видят меня люди задают мне вопросы где я это взяла где я покупала сама ли связала и все и как красиво и это не только в видео и это не только допустим кто-то мои домашние а независимая аудитория скажем так почему потому что идя по улице обращает на меня внимание и так далее вы должны выработать свой вкус выработать свой стиль делать качественные красивые и тогда будет все гармонично смотреться но это уже уход от моего вопроса и как бы такой философский вопрос этот на который можно долго разговаривать на эту тему возможно мы когда-то с вами и поговорим а сейчас мы перейдем третьему вопросу что вас первично в выборе пряжи что для вас первичном выборе пряжи состав цвет фактура или фирма производитель значит я хочу сказать что чаще всего я исхожу из того что я выбираю из того что у меня есть да как бы это было до недавнего времени буквально вот буквально несколько месяцев назад два-три месяца как я смогла позволить себе выбирать то что я хочу вот что на меня влияет прежде всего мой вкус опять я скажу я люблю вот такие цвета да я люблю любые цвета я просто скривлю душой если я скажу что у меня вот допустим серы приоритете я люблю в разное время разные цвета люблю красный которые там вот некоторые мне говорят вы что это настолько вульгарно для вас вульгарно для меня это любимый мой цвет и он мне идет почему это вульгарно я не знаю вот сейчас вот ногти у меня да что это вульгарно что ли опять же если я не знаю но это тоже как бы такой такой философский вопрос я могу сильно углубиться в эту тему не хочу сейчас ее затрагивать вот так вот я хочу сказать что у меня было был выбор только кавказской пряжи до основной основная пряжа это да у меня была кавказская пряжа из которой я вязала и была летняя пряжа зимним пряжи как таковую меня практически не было и она у меня появилась только после того как мне начали присылать посылки и большинство той пряжи которую я вам показывала вот в недавних своих видео это присланные посылки я опять же уже который раз говорю что я бесконечно благодарна всем тем людям которые настолько отзывчивые что готовы поделиться и и в финансовом выражении и вот пряжу присылали и света из питера прислала мне полный набор там спиц ади и крючки ну крючки там я не знаю ади они да и ади там есть и и не ади есть но факту что она прислала мне набор которым я пользуюсь крючком 5 из этого набора я связала свой плед радуга спицами правда я еще не пользовалась потому что знаете они до них дойдет очередь но там вот как раз тот вариант что скручивается леска и мне не совсем удобно вязать и как бы у меня есть вот эти вот спицы я сейчас передаю предпочтение им ну до них тоже очередь дойдет почему потому что я уже говорила когда я вижу изделие то использую многие спицы потому что вот допустим даже сейчас вот я провязала определенное количество мне сейчас хочется взять и перекинуть на другие спицы дополнительно а при моих объемах мне придется может двое или трое спицы использовать для того чтобы перекинуть так чтобы из петли не не слетели вот здесь у меня сейчас 80 сантиметров спицы вязать конечно удобно на 80 сантиметров потому что все пить петли вот они вместе не надо много раз протягивать они идут как в шапке по кругу вот так вот состав тоже мне без разницы почему потому что я могу вязать и чистым акрилом мне не доставляет никакого неудобства некоторые говорят скрипит и все такое девчонки я на это вообще не обращаю внимание и говорю это сейчас у меня есть выбор я могу выбирать из чего вязать а до этого у меня выбора нет и я вязалась того что у меня было фактура или фирма тоже тоже самое даже сейчас уже когда у меня есть из чего выбирать я допустим для себя выбрала какой-то проект до какое-то изделие и уже подбирая под него пряжу ту которая у меня есть если нет то я допустим заказываю ее эту пряжу но как бы заказывая сейчас уже дай и и раньше мало и заказывала да вот сейчас последний раз мне подарили бобинку я уже не знаю мне до такой степени чешутся руки начать что-нибудь с нее вязать такое знаете весенние но я себя сдерживая почему потому что хочу довязать этот повер звездный хочу за довязать свой кардиган моя красота это вот ближайшим их планах и хочу начать вязать весенний кардиган или жилет вот остальное второстепенно и у меня есть еще куча недовязов но как бы это мне не к спеху я их довяжу обязательно и если вы знаете видите да и что пальто год у меня было в недовязок но я его довязала не торопясь и очень довольна результатом то же самое произошло с туникой да то не коллеги мне мои знакомые там спрашивают когда ты довяжешь такая да ты довяжешь ему свое время значит нужно было чтобы вот столько времени ее вязал чтобы она вылежала чтобы я ее доработала оформила и опять же когда я начинаю свой какой-то проект у меня начальная стадия да я вот примерно хочу но уже в конце у меня изделие может так преобразоваться что она от начального не останется ничего и и самое главное чтобы результат был такой какой доставит удовольствие будет носи белин и так далее так я думаю ответила я на третий вопрос четвертое что вам больше всего нравится вязать плечевые изделия детские вещи шапки шарфы и варежки сумки и другие аксессуары игрушки ваш вариант девчонки мне нравится вязать все девчонки мальчишки и в разное время нравится вязать что-то разное я и я вижу все я вижу и пледы и скатерти и салфетки и пальто и кардиганы и наволочки диваны и покрывала и пледы и шапки и шарфы и снуды и туники и платье я тут знаете и топ и туники я уже назвала и летние и зимние да что я только не вижу шали девчонки перечислил это все что я перечислила я все вижу даже ирландская кружева поэтому как бы что вязать и чему отдавать предпочтение как бы я свободный художник вот утром проснулась щелкнула мне в голову вот хочу связать такой джемпер звездная ночь и я начала его вязать многие не понимают уже я неоднократно я говорила что у меня очень большие габариты это не 42 размер связать мне 42 размеров нужно связать 3 другое дело шапочку шапочку сил один вечер я вижу допустим вечер не день а вечер я вижу основную часть то есть вверх шапочки другой вечер я вижу подклад вот или это у меня как бы такая отдушина да вот я за последний месяц там вот за декабрь и до за декабрь я связала наверно шапок 5 а то и больше у меня был шапочный бунт и кстати в прошлом году не в прошлом позапрошлом году было то же самое у меня примерно в это время было то же самое это я знаете как говорю об этом что это говорят осенние депрессия да когда там на тебя что-то накатывает она у меня новогодние как пусть будет новогодний бум или как новогоднее настроение на шапке не знаю чем это связано но по крайней мере вот так вот получается что уже можно сказать из года в год происходит поэтому я не могу с уверенностью сказать что из этих какой мой вариант но хочу сказать одно одно дело когда есть слово надо и тогда ты вяжешь другое дело когда опять же я повторюсь ты можешь выбирать и я очень рада что я являюсь свободным художником что у меня есть право выбора что я не поддаюсь провокациям со стороны своих подписчиков потому что вот сейчас все больше и больше подписчиков и все хотят чтобы я связала для них их вариант рассказала сняла мастер-класс и более того я меня как бы первоначально возмущала то что почему же они не видят что я же не сижу я вижу что у меня сейчас снимается мастер-класс и так далее это же я опять к тому виду что своя рубашка ближе к телу каждый видит только свое и он его не интересует то что у меня и я опять сделал очередной вывод в корректной формы всем отказывая потому что на самом деле я тогда никогда от своих недовязов не отделаюсь и эти опять же эти недовязы они были из-за чего из за того что вот так вот пришлет кто-то что-то вот как тунику жасмин не прислали я там что-то отодвинула потом другое мне идея прислали фото но мне и самой понравилось да я опять отодвинула а когда отодвигаешь что-то когда вот ты допустим сейчас связал у тебя было желание у тебя был запал и все и ты переключился на другую вещь проходит какое-то время и ты остываешь к этому проекту и опять же есть только слово надо вот допустим я вернулась к пальто кто некий потому что было это слово надо но потом опять переросло открылась второе дыхание и я знаете даже в какой-то степени рада что у меня появилась вот возможность связать пальто гораздо позже позже потому что если бы она вышла в первом варианте как я его планировала она бы не было таким красивым потому что за этот год что она у меня лежала я поднабралась опыта узнала много новых приемов которые я применила в этом пальто и я опять же благодарна всем тем кто помог мне в этом девочкам которые выставляют свои видео и тем кто это моим допустим их знакомых мы которых я знаю и смотрю и случайным которые допустим я увидела я подписана на ревери равери ревери мне приходят оттуда всякие идейки потом вот пины всякие смотрю и многое что для себя нахожу новенького поэтому может быть как раз и нужно чтобы вылежалась какая-то вещь дабы потом оформиться более совершенную скажем так опять и это шла в сторону пятый вопрос нравится ли вам дарить свои изделия и получать подарок вещи ручной работы какие эмоции вы при этом испытываете да мне очень нравится дарить свои изделия и чаще всего я это и делаю значит очень мало вижу на заказ за деньги очень мало и чаще всего что вижу своим закон знакомым за чисто символическую плату вот и можно сказать что вот все салфетки которые у меня были которые есть на канале мастер-классы которые я вязала до открытия канала я всех раздарила кому на дни рождения кому на праздники кому просто шла в гости и дарила и точно так много всяких разных вещей когда не было канала я вязала помимо того что я дочери вязала я вязала вот просто вот увидела что какую-то красивую вещь допустим какие-то носочки красивые я раз связала их и они у меня лежат у меня была такая сумочка по типу мешка я туда складывала все то что было не востребовано но вот я же говорю когда открыла канал когда появилась работа когда я стала вязать наконец-то для себя я естественно уже практически эту сумочку опустошила потому что уже даже возникает необходимость понавязать по новой потому что вот сейчас 8 марта идет что дарить что выбирать я даже не знаю как вязальщица мне проще связать какую-нибудь салфеточку особенно если человек ценит ручную работу есть конечно в моем окружении которые вообще как бы считают что это проще пойти магазине купить как они говорят но не понимает человек что это ручная работа ну тогда я с такими не связываясь просто вот мне ручные работы не дарили не не дарил никто так как ну то что чего у меня нет я могу связать но вот если бы мне ручной работы подарили какие-то там статуэтки например или подарили бы допустим красивые доски или красивую там допустим мебель там табуреточку для но да там еще что-то я бы была бы знаете ну вот счастлива вы не представляете как потому что ну я бы видела что это тоже ручная работа и я сама не могу это сделать и я говорю же было бы счастлива потому что я знаю что человек приложил свою душу свое умение свое время сделал для меня и как бы подарил мне и я была бы очень рада вот какие эмоции я уже сказала я бы была бы счастлива шестое какой вид ручной работы кроме вязание вас восхищает и хотели бы вы владеть техниками его выполнения но знаете вот выполняет выполняет восхищает это изделия которые делаются быть из бисера да какие красивые украшения девочки делают да и вышивают бисером и много чего делает мне очень нравится я давным давно хотела бы применить у себя многое я даже умею делать и у меня есть бисер есть бусины но как-то вот не сложилось вышивка то же самое то же самое что у меня есть и выше вышивальные принадлежности я даже начинала вышивать но как-то вот вязание захватила меня полностью и все ушло на второй план опять же ирландия тоже самое то есть я пробовала многие виды рукоделия но как-то у меня вязание захватила все и заполонила и все отошло остальное на второй план даже чтобы совместить это вместе как-то даже не приходят мысли но у меня все еще впереди никогда не поздно этим заняться и вот девочки-то многие мне советуют что да ира надо такую такую красоту применять уже в жизни говорят что нужно собрать в какой какие-то изделия девчонки знаю что надо но видимо опять же не пришло то время потому что если придет меня же ведь ничего не остановит вот поэтому всему наверно свое время седьмое покупаете ли вы изделия ручной работы других мастериц мастеров нет ни у кого никогда не покупала я знаю что некоторые покупают маркеры некоторые еще что-то такое ручной работы но у меня как-то не было возможности не было необходимости и я ни у кого ничего не покупала хотя я любуюсь многими особенно мне нравится вот маркеры ручной работы до для вязания девочкам дарит я прям по-доброму исхожу с слюной что сделаешь но нет у меня таких и маркеров но хочется но может быть со временем приобрету она пока не было до того не было возможности сейчас вроде как бы есть возможность минимальная но принципе могла бы выделить на те же маркеры но пока нет необходимости есть первостепенные задачи на на которые я трачу свои финансы скажем так вот восьмое как по вашему мнению почему хэдмэйт сейчас обретает особую популярность мире будет ли так и дальше девчонки я не знаю почему именно сейчас почему так говорят что именно сейчас во все времена хэдмэйт всегда был первых рядах во все времена ценилась ручная работа то есть допустим в деревне испокон веков вязали шапки носки платки кто у кого было время и как у кого поболее было умение вязали вот эти всякие плечевые изделия и так далее у нас стране я думаю это ушло на второй план почему потому что мы жили в какие времена вы же помните что мы концы с концами свести не могли и даже в те времена я своим дочкам вязала и пинетки и гамашики и кофточки и шапочки гетры и чего только у меня не было вот потом опять же вот ушло у меня на второй план почему потому что все борьба за выживание становление на ноги и так далее как-то ушло все на второй план и опять же может быть опять же можно применить эпитеты всему свое время то есть прошло какое-то временное пространство да я прожила какое-то время и я вернулась к этому потому что у меня особой необходимости не было но просто уже появилась это как как бы как хобби проявилась скажем так и тогда же в те времена мы находили журналы и подиумные фото и так далее то есть и в те времена во все времена хэдмэйт был сейчас просто века информации раньше мы не могли так видите почему потому что но где мы могли видеть по телевизору это по каким программам я помню что вот этот визион или как там называется я когда первый раз подключилась к этому каналу да я все время смотрела его кроме другого не смотрела ничего смотрела мне настолько было нравилось и там ведь и показывали с утра до вечера вот эти всевозможные показы и я все смотрела 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 и пока не присытилась а до этого где мы могли что видеть мы по заграницам не ездили нам что давали ту информацию которую считали нужным но я знаю и с уверенностью могу сказать что хэдмэйт всегда был в жизни всегда испокон веков вот и поэтому так говорить я бы ну как бы я так бы не сказала никогда он всегда будет популярен всегда девятое ваше отношение к возвязанным интерьерным вещам таким как пледы подушки скатерти салфетки занавески и так далее но думаю ответом на этот вопрос и является мой канал потому что все то что здесь перечит за перечислили кроме занавесок я вижу вижу с удовольствием вижу с большой радостью и как бы столько у меня еще задумок по этому поводу вы не представляете сколько сейчас вот аминат подарила мне наволочки да на диванные подушки а у меня диванных подушек вы не представляете сколько ну наверное порядка десяти наверное есть и у меня такое желание огромнейшее связать вот такие ажурные наволочки да чтобы одеть на эти подушки выложить у меня сейчас как раз такой диван который позволяет выставить красиво эти подушки как показывают заграничных фильмах да всякие разные ой девчонки я не знаю у меня такие задумки но на все у меня не хватает времени все реализовать если бы это можно все было сделать по щелчку но тогда бы конечно она не доставляла такое удовольствие тоже ведь процесс вязание тоже доставляет огромное удовольствие это раз во вторых вот когда допустим я вижу я расслабляюсь как бы приходит такое какое-то умиротворение и значит еще же как бы говорят что моторика рук способствует тому что мы продолжаем как бы развиваться у нас не будет застоя в голове и так далее много там чего говорят связи с тем что моторика рук у нас присутствует потому что мы каждый день нажимаем на определенные точки до энергетические которые у нас расположены в руках тренируем так сказать их поэтому значит я тоже считаю что я ответила уже на этот вопрос бывает ли так что перед рождеством вам хочется связать что-то в цветовой гамме этого праздника примеру создать новогодний фамили лук навязать 7 одинаковых светеров со снеговиками или связать что-то блестящее яркое праздничное вы знаете вот я дочери на новый год вязала платье с пайетками по тем временам дорогая пряжа знаете тогда когда пряжу допустим ангора голда о нет лана голд можно было купить за 80 рублей моток эту пряжу я покупала за 256 рублей тогда у меня еще были деньги там вискоза и с какой-то шерстью и плюс еще пайетки это пряжа дорогая это по-моему итальянская пряжа почему потому что когда мне не хватило пару мотков там или даже одного матка я начала искать по разным сайтам я так и не смогла купить потому что вот в одном месте я купила тогда вот сколько купила пришлось мне там немножко где-то поперевязать так чтобы растянуть чтобы у меня получилось красивое платье на это платье нет мастер-класса но у меня есть фото на моих страницах и там где связано квадратами с ананасами и дочь держит букет в руке это платье и на это платье я потратила наверное месяца два а может быть и больше ну конечно она и по сей день пользуется опять же таким привлечь привлекательностью я скажу что на него все обращают внимание потому что он смотрится дорого на самом деле и очень красивая и в этом году дочь опять хотела его одеть на новый год но там как бы свои причины были на то что она его не одела так что по поводу блестящего да а по поводу всего остального мне просто некому это вязать взять у меня вязаные вещи не признает для дочери как бы меня даже не возникало никогда связать что-то там стиле красное с белым даже никогда не приходило в голову а себе тем более так что мне как бы абсолютно все равно в этом смысле одиннадцатая меняется ли ваши предпочтения в связи зависимости от времени года ну конечно меняются и не только в зависимости от времени года вообще в зависимости от времени они у меня меняются знаете до недавнего времени я только ходила в темных цветах то есть у меня все время были черные брюки черный верх и у меня даже до сих пор присутствуют эти вещи те которые не вязальные которые я покупала в магазине ой зацепила когда я работала у нас там был дресс-код мы должны были ходить черный верх вниз я не могу сказать ну как бы я ходила либо в брюках либо в юбке черной и обязательно у меня был либо жилет черный сверху либо пиджак и рубашки белые белые кремовые такие светлых тонов вот и у себя на работу я так ходила и на тех работах которых я работала вот я работала одно время делопроизводителем затем работала помощником руководителя долгое время вот а когда у нас было свободное форма одежды то естественно у меня были другие немножко цвета золотистый присутствовал да все цвета я очень любила разные цвета но говорю же основной вот такое у меня было деяние потом когда я поправилась я вообще перешла только над темные цвета моем гардеробе долгое время оставались только темные цвета и они сейчас присутствуют но когда я начала вязать я от этого отошла и сейчас у меня цветовая гамма разноперстная у меня есть и мята и белый цвет и зеленый цвет и изумруд и какого только нет уже цвета у меня вот серый цвет будет красный кардиган моя красота есть еще цвета другие даже сейчас уже и не могу вспомнить оранжевый даже цвет у меня есть и красный с черным много цветов пордовый вот и как бы если по временам года то даже все в те времена разные времена мне кажется тоже без разницы потому что ну летом конечно само собой нужно носить что-то светлое в том смысле чтобы у нас очень жарко прям вообще лютая жара и я чаще всего летом хожу в чем-то белом ну чтобы отталкивала свет да у меня есть и розовое и такое фиолетово-серое сиренево-серый цвет есть стиль и бога у меня вообще разноцветный костюм которым я очень долго уже хожу вот есть кирпичного цвета у меня блузки ну то есть цвета разные присутствуют моем гардеробе и предпочтение я отдаю разным цветам я как-то на этом если честно вообще никакие акценты не делаю двенадцатая вяжите ли вы по воскресеньям и религиозным праздником да вы знаете вижу и по воскресеньям и религиозные праздники вижу вы знаете откройте церковный календарь там каждый день какой-нибудь праздник но вот последний год как бы я не вижу большие праздники вот не вязала в рождество вообще целый день не вязала не вязала какой еще там праздник был недавно я видите такой почитатель этих праздников что даже забыла крещение до крещение тоже целый день я не вязала вот на тройцу не буду вязать на пасху не буду вязать я точно теперь ну не знаю если честно но былые времена я вязала даже в такие дни почему потому что я и в реале спрашивала о наших батюшек и много читала в интернете они сказали что после службы можно делать все что хотите для себя допустим если вы делаете для себя то это не грешно вот потому что лениться грех а если вы трудитесь то это не грешно вот после этого как бы я стараюсь до обеда не вязать потому что вот проходят службы да там и все остальное а после обеда уже как бы ближе к вечеру ну как бы я вязала не злоупотребляла но вязала вот 13 как считаете беременны можно вязать ваши отношения к разного рода суеверия связанным с рукоделием если честно я задавалась таким вопросом но считаю что это все кто-то опять же придумал я не могу как бы у меня не было перед глазами каких-то таких примеров чтобы я могла во все это поверить возможно да но вот что будет из того что допустим мамочка беременная свяжет и своему малышу полностью там одежку для того чтобы его забрать с роддома до красивый там комплект плед и так далее соберет гардеробчик скажем так раньше ж так и было ребеночек только еще даже не в проекте а садились уже ему готовили там рубашку для того чтобы его за крестить вывязывали особенно крючком на эти вот тот кто читает тот кто смотрит видео исторические эти фильмы исторические там же ши много рассказано и показано о том что уже заранее готовит для своего чада там счет раньше же шили руками до счет обвязывает вяжут а допустим сколько там показывает о том что вышивают это же раньше было считалось плохим тоном если девушка выходила замуж и не умела шить вышивать и так далее этому специально обучали поэтому я не пойму почему бы нет и и конечно некоторые суеверия они как бы есть но как бы нужно же не фанатеть а смысленно подходить к каждому тому что что говорят да и может быть где-то я прислушаюсь и на основе своего опыта сделаю какие-то выводы а может какие-то абсолютно отмету и никогда к ним как говорится вернее никогда их не буду нарушать вот так вот я скажу так 14 вязание это романтика или прагматика просто способ занять чем-то руки и отдохнуть от бытовой рутины или погрузиться в иную реальность и раскрыть сознание ну вот такой интересный конечно вопрос углубленный философский я хочу сказать что это моя жизнь назову своим словом это на сегодняшний день моя работа это на сегодняшний день мой хлеб это на сегодняшний день моё общение и это моя любовь это моя радость вдохновение и стимул жизненный да много можно эпитетов к этому применить и и та же и прагматика и романтика и все сюда входит если честно поэтому как бы однозначно ответить здесь вообще невозможно и думаю что я уже и ответил ну и последний вопрос я так опять под затянула задаетесь ли вы вопросом как живут на свете кто не вяжет и даже не хочет нет никогда я не задавалась таким вопросом я как бы реально взвешиваю все абсолютно а как же мы живем без того что мы допустим не занимаемся чеканкой а как же мы живем без того что мы не не собираем допустим марки как было раньше это как бы очень модно и популярно да как мы живем без того что мы не рисуем картины и можно долго долго перечислять поэтому нет я никогда не занималась у каждого свое хобби у каждого никогда не задумывалась у каждого свое предпочтение и человек как бы направляет свои усилия туда где ему нравится и поэтому никогда я не задавалась таким вопросом считаю что он как бы не актуален если так помыслить да но думаю да в общем все девочки я ответила на все вопросы думаю вам было интересно со мной развернуто рассказала все как на духу и опять же я призываю все тех кто еще не ответил ответить на вопросы этого тега поддержать автора этого тега и желаю также легких петелек вдохновение чтобы она у вас никогда не покидала и самое главное здоровье и тогда все остальное приложится я еще один тег тоже сама написала до придумала и в скором времени вы его увидите уже три дня я все собираюсь его снять но как-то летнего его оформить да это же нужно набрать его на компьютере для того чтобы потом расположить под видео и у меня нет вдохновения для печатания сейчас как только она у меня появится так вы увидите еще один мой ты но все мои хорошие до новых встреч до новых видео с вами была ирина